Всем привет, меня зовут Аня, и вы на канале «Это нарисовала гордость». Сегодня, когда я начала записывать голос для этого видео, я сказала, что надеюсь, что получится с первого раза. Так вот, это третий раз, когда я начинаю записывать видео к этой теме, и надеюсь, что он будет последним. Почему-то недавно мне захотелось устраивать себе какие-то челленджи. Не то чтобы я раньше совсем не пробовала что-то новое, конечно же, пробовала, и многие из этих челленджов я уже повторяю. Ну, просто мне стало интересно, как я справлюсь с той или иной задачей, сейчас имея уже более высокий скилл и чувствую себя гораздо более свободно при работе. Я надеюсь, что дети, которые очень шумят за окном, не будут слышны на этой записи, потому что мне будет лень перезаписывать. Я себя знаю. Недавно я вспомнила, что на моем канале уже есть видео с картинкой средней всратости, на которой я рисую карандашом и рисую левой рукой. Картинка с чухом. Она вышла неплохо, но само видео очень странное. Я не знаю, почему я записывала его как будто бы на свой старый телефон, и зачем я вообще выложила это в интернет. Ну, да ладно. Тогда мне тоже хотелось проверить, смогу ли я вообще нарисовать что-то левой рукой, и подозреваю, что это было как раз-таки связано с чухом, потому что он как раз рисует левой рукой. Вот. Ну, и мне хотелось попробовать. Я тогда считала, что я уже неплохо рисую. В принципе, сейчас я тоже считаю, что я тогда неплохо рисовала, и результат, в принципе, ничего такой. Но мне захотелось попробовать порисовать именно на планшете, и поэтому вам придется поверить мне на слово, что я рисовала правда левой рукой, потому что картинка вышла вроде бы неплохо. Сложность для меня заключалась в том, что у меня довольно старенький планшет, и рисовать на нем и правой рукой бывает иногда тяжеловато, потому что, чтобы получить достаточно толстую линию и достаточно яркую, мне нужно прям вот надавить на экран. А левой рукой это неудобно, ну, просто потому что немного непривычно, конечно, ощущается карандаш, стилус, не в рабочей руке. Вот. Ну, это, в принципе, такая беда поправимая, и к ней привыкаешь. Просто картинка выглядела на некоторых этапах довольно тусклой, и... Потом я все равно дублирую слой с лайном обычно, даже когда рисую правой рукой, поэтому в итоге все отлично выглядит. Хотела сказать сразу, что у меня не было проблемой с тем, что мне хотелось поменять руку. Как ни странно, но мне было довольно удобно. Единственное, что я рисовала гораздо медленнее. Вначале, когда я решала, что буду рисовать такой вот челлендж, я, естественно, думала, что нарисую Вульф Стар. Естественно, для себя почему? Потому что, ну, я такая, типа, это левая рука, почему бы нарисовать... Не попробовать нарисовать еще и двоих персонажей сразу. Сейчас я рада, что я все-таки решила не рисовать Вульф Стар. И связано это с тем, что у меня и так была картинка с ними за неделю до этого, и я не хотела несколько похожих по смыслу картинок делать. Вот, поэтому я решила рисовать себя. Идея картинки в том, что у нас резко очень похолодало, и из летних платьишек пришлось перейти к рубашкам и кардиганам. Это очень грустно, я очень-очень люблю лето. Летом мне очень хотелось нарисовать картинку с подсолнухами, и у меня не доходили до этого руки. У меня не было идей, которую я хотела бы отрисовать, и не было, в принципе, персонажей, которым бы я хотела впихнуть эти подсолнухи. Вы не думайте, что я считаю, что у каждой картинки должна быть идея. Просто у меня не дошли руки, и было что еще рисовать, кроме вот идей с подсолнухами. К тому же, ну, все-таки я нарисовала картинку с подсолнухами, и в качестве героини я выбрала себя. Я рада, что не взяла двух человек, не потому что я не смогла бы нарисовать взаимодействие, и не потому что у меня не получилось бы. Сейчас я уже уверена, что, скорее всего, картинка была бы все равно супер, даже если бы я рисовала двоих людей. А просто потому что, когда рисуешь нерабочей рукой, лично у меня процесс затягивается еще дольше. И в целом, изначально привыкая к рисованию левой рукой, я прям вот как-то мне казалось, что проходят минуты, а я провожу все еще одну и ту же линию. Как бы это логично, потому что нужно адаптироваться, и в целом еще и разрисоваться нужно, если уж на то пошло. Но просто как-то очень медленно я такая сижу и думаю, ой, Аня, ты рисуешь такую простую картинку, и так медленно. Но потом я вошла во вкус, и мне, в принципе, стал нравиться процесс, я стала, наоборот, получать какое-то удовольствие от того, что он такой неспешный, от того, что я могу поразмышлять над чем-то. В целом, опыт просто супер классный. Вы можете подумать, что с моим стилем покраса было очень просто и легко рисовать левой рукой. Я могу, наверное, с вами согласиться в этом, потому что меня совершенно не смущает то, что я не закрашивала полностью все. С стилем покраса я могу экспериментировать, и вы видите, что у меня есть работа, где есть тени, есть, где нету, поэтому я могу как бы делать что угодно. Если вам хочется пробовать порисовать левой рукой, вы боитесь, что результат вас не очень впечатлит, то попробуйте просто поскетчить. Может быть, у вас получится какая-нибудь интересная композиция, и вы потом используете ее для того, чтобы уже правой рукой отрисовать. Потому что все-таки я согласна с тем, что когда мы меняем рабочую руку, у нас как-то меняется восприятие. Например, я лично очень редко штриху все в одну сторону, но вот именно на этой работе можно заметить, что у меня штрих идет просто в одну сторону, из-за того, что мне было удобно так рисовать, и это дало такой интересный эффект, интересное движение внутри картинки. Как вы понимаете, я записываю свои видео просто, чтобы вдохновить вас и сподвигнуть вас на то, чтобы вы тоже попробовали что-нибудь новенькое, вышли как-нибудь за рамки своей зоны комфорта. И заканчивая тему того, как я рисовала левой рукой, я хочу немножко поговорить о челленджах, о выходе за рамки, о зоне комфорта, немножко порассуждать на эту тему и подумать, что же все-таки для меня это значит. Я всегда считала себя очень скованным художником, но сейчас я понимаю, что это не так, потому что за свою творческую деятельность я успела попробовать просто очень-очень много видов творчества, помимо рисования. И в рисовании я тоже попробовала практически все материалы, которые только возможны, которые были мне доступны. И считаю, что в выходе из зоны комфорта есть несколько классных полезных штук. Помимо того, что пробуя новый материал, вы сможете найти именно тот самый материал, в котором вы потом захотите выполнять каждую свою работу, такое возможно. Но, как вы знаете, у каждого материала есть свои какие-то особенности, какие-то из них дают интересную текстуру, какие-то из них, как акварель, например, дают интересные эффекты при смешивании. Вот, можно получить абсолютно разный результат. И сейчас, имея графический планшет и кисти, конечно же, можно достигнуть разных эффектов, используя просто компьютер и планшет. Но все-таки я считаю это немножко такими разными вещами. И основные мои творческие эксперименты, они все-таки проходили в традишке. Как вы знаете, я очень люблю рисовать масляной пастелью. И также люблю рисовать карандашами. Наверное, такой стиль покраса, немного неровный, с дырками, он образовался из-за того, что мне очень нравилось рисовать пастелью. И нравилось мне закрашивать полностью все. То есть мне нравится, когда просвечивает бумага в пастели. Ну, не всегда. Но, собственно говоря, у меня и в диджитал-работах тоже не всегда просвечивает фон. Я очень хорошо отношусь к челленджам. Но сейчас, в последнее время, я довольно редко принимаю в них участие. Скорее, я сама придумываю их себе. Здесь на канале у меня есть спидпоинты с видосами, где я рисовала толпы. Это был челлендж с моими подписчиками. И, наверное, сейчас я нацелена больше на то, чтобы самой себе придумывать какие-то челленджи. В прошлом году тоже я сама писала себе список тем и рисовала OTP-челлендж. Но раньше, когда у меня было меньше идей для того, чтобы нарисовать, я часто залазила во всякие списки, что нарисовать, или просто в списки тем для всяких челленджей, типа Инктобера или Мармея. В общем, во всех них можно найти интересные идеи, которые можно переделать под себя. Это было интересно. У меня есть большой список для OTP-челленджей, которые я все никак не отрисовываю и, скорее всего, уже не отрисую. Но он тоже был собран в свое время из кучи разных челленджей. Я просто выбирала что-то, что мне нравится, немного переделывала, чтобы это подходило под мое OTP. И это было здорово. Поэтому я очень горю желанием снова написать себе какой-то список тем, порисовать и сделать какой-то челлендж. Но я прекрасно понимаю, что когда у тебя есть список тем, и ты думаешь над тем, чтобы рисовать это каждый день, то можно потерять желание рисовать, интерес может угаснуть, и запал тоже мы медленно теряем таким образом. Поэтому я пока не решаюсь на что-то подобное. Но когда-нибудь я надеюсь, что я сделаю какой-нибудь челлендж, и все мы вместе с вами порисуем. Может быть, я придумаю какие-то интересные темы. Если продолжать тему выхода из зоны комфорта, то мне хотелось бы еще поговорить о том, чего мы ожидаем от себя и что выходит в конце. Потому что иногда ожидания могут быть завышенными, иногда нам кажется, что насмотревшись каких-то красивых работ в инстаграмах других художников, у нас тоже сразу все получится. и потом у нас не получается так красиво с первого раза, как у тех людей, которые уже знают материал, или хорошо работают с цветом, или у которых шикарная композиция. Мы разочаровываемся и не пробуем дальше ничего с этим делать. Другой стороной этой медали может быть то, что мы изначально подходим с заниженными ожиданиями к себе, или даже не воплощаем свои идеи, потому что нам кажется, что у нас не получится так же красиво, как у людей, от которых мы берем свое вдохновение. Этот канал я задумывала с таким немного мотивирующим, вдохновляющим вайбом, просто потому что я довольно долгое время считала себя художником, который топчется на одном месте, который не так уж много рисует, и, возможно, не так уж сильно любит рисовать. И недавно я подумала, что я очень-очень сильно люблю рисовать, что рисование — это просто мое самое любимое занятие, и действительно хочу посвящать ему практически все свое время. И я знаю, что многие художники, которые тоже очень сильно любят рисовать, они боятся выйти из зоны комфорта, потому что они боятся разочароваться в своем творчестве и боятся, что это отопьет у них желание рисовать. Я хотела бы вдохновить вас своими кривоватыми линиями, которые получаются у меня, на то, что все прекрасно, и вам нужно учиться видеть хорошее в каждой своей работе. Если вам хочется попробовать какой-нибудь новый стиль в покрасе или порисовать на скорость, не требуйте от себя слишком многого, и начинайте с чего-то довольно простого, что у вас получится почти стопроцентно. Потому что я знаю, что поругать себя вы всегда успеете, но вы лучше сделайте то, за что вы себя сможете похвалить, что вам понравится и что заставит вас двигаться дальше в этом направлении. Например, начинаю снимать это видео, я не пробовала рисовать левой рукой, я очень давно не рисовала левой рукой, наверное, с 2018 года, когда записывала предыдущих видео на этот счет, и мне очень-очень хотелось уже приступить к записи, потому что мне было интересно, смогу ли я, и мне было интересно, что у меня получится, и я поняла, что, наверное, я перешагнула вот эту черту, когда мне было страшно начать, потому что я боялась, что результат меня разочарует, что он мне не понравится, а теперь мне страшно интересно начинать, потому что мне очень хочется уже поскорее увидеть результат, и сейчас, если говорить именно об этой картинке, она не выглядит идеально. Скорее всего, если бы я рисовала правой рукой, то она, конечно, выглядела бы аккуратнее, она была бы нарисована гораздо быстрее, но весь шарм ее ушел бы, потому что нарисую я каждую линию ровненько, четко и идеально, она уже не выглядела бы так как-то трогательно, ну и, конечно, в ней не было бы загадки, потому что нарисовала бы я ее своей рабочей рукой, у нее не было бы истории. Наверное, каждым своим видео на этом канале я хочу сказать вам, что что-то красивое, хорошее, идеальное можно найти в каждой работе, и каждая работа может казаться вам интересной, стоит только немножко посмотреть. Я просто очень-очень хочу, чтобы вы научились видеть хорошие, сильные стороны своих работ и обращать внимание на них, чтобы вы развивали свои сильные стороны, потому что придет время, обязательно придет время, когда ваши слабые стороны не будут больше казаться вам вашими слабыми сторонами. Любую работу можно сделать лучше, чем она есть, можно потом поиграться со всякими колорами, можно добавить красивый шум, чем я и занялась на постобработке. Конечно, это делаю я уже правой рукой, потому что это уже техническое задание, и левой рукой я бы 100% справилась, но это заняло бы у меня, наверное, столько же времени, сколько заняла сама картинка. А я надеюсь, вы не хотите, чтобы я мучилась. Вот, и в конечном счете я очень довольна этой картинкой, ну, скорее всего, именно из-за того, что она имеет свою историю. Когда я покажу ее кому-то, я смогу сказать, вот, эту картинку я нарисовала не той рукой, которой я рисую обычно, а своей нерабочей рукой. И это очень здорово. Я вообще всем советую, попробуйте. Как я уже сказала, если вы сомневаетесь в своих силах, то лучше возьмите что-нибудь попроще, если вы практикуете такое первый раз. И попробуйте сделать то, что вы точно сможете сделать. Я вообще всеми руками за то, чтобы как можно больше времени уделять своим достоинствам. Ну, без переизбытка, конечно. Я довольно часто сталкиваюсь с тем, что люди, которые даже долго уже рисуют, и у них не получается, и у них что-то не получается, они закапываются в своих неудачах. И таким образом они не могут прогрессировать, просто потому, что им не нравятся свои работы. А я вот хочу все время повторять всем своим подписчикам, что главное, чтобы работа нравилась и вам, главное, чтобы вы ее любили, и тогда обязательно, обязательно ваши картинки будут больше похожи на то, что у вас в голове. Это, наверное, все, что я хотела сегодня сказать. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на мой инсту. Я в инсту иногда провожу всякие опросы о том, какие видео снять, спрашиваю у вас часто. Можете здесь мне написать, какие видео вы хотели бы посмотреть на этом канале. Скоро вас ждет обзор на мой новый скетчбук, и скоро я буду записывать ответы на вопросы. Если вам что-то интересно, можете спросить здесь, и, скорее всего, я отвечу в видео, на интересующие у вас вопросы. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok